Как в Екатеринбурге работает ОПГ вора в законе Трофы? В Екатеринбурге вольготно орудует группировка формально раскоронованного вора в законе Андрея Трофимова, более известного как Трофа. Отсутствие официального статуса, который специально для генералов преступного мира, прописан в Уголовном кодексе, ему только помогает. Ни самого авторитета, ни выстроенную им криминальную иерархию, ни жертв преступлений силовики не видят. Как устроена империя законника и чем зарабатывает, на примере истории одной из потерпевших. История, в которую попала Екатеринбурженка Ирина, началась в октябре 2019 с конфликта на парковке. Кавказцы разбили лобовое стекло в ее машине, ущерб составил около 40 тысяч рублей. Потерпевшая, не полагаясь на полицейских, решила разыскать обидчиков самостоятельно. Она обратилась к представителям криминала. Один из ее случайных знакомых, усиленно добивавшийся ее внимания, хвастался, что может решить любые проблемы. Он свел Ирину с Андреем Балуковым по кличке Большой, как оказалось впоследствии, человеком из группировки экзаконика Трофы, раскоронованного дедом Хасаном еще в начале двухтысячных. Балуков произвел на Ирину сильное впечатление. Огромный, вежливый. Обещал лично разобраться и наказать обидчиков. Клялся, что в течение месяца ей вернут все деньги. Вскоре переписка и личные встречи переросли в близкие отношения. Андрей поселился у девушки дома и оказался посвящен в ее жизнь. Узнал, например, о бизнесмене Иване, имя изменено, у которого она работала юристом. За год до этого предприниматель был осужден за операции по обналичиванию крупной суммы денег и отбывал наказание ВК-2 Екатеринбурга. Вскоре Балуков заявил Ирине, что ее бывший босс вообще не выйдет из тюрьмы. Его на зоне опустят, переведут в низшую касту заключенных, будет грустный тебе звонить, вспоминает Ирина. После этого он показал ей интимное видео, снятое скрытно у нее дома, и пообещал, что выложит его в интернет. Гангстер признался, что работает на криминального авторитета Трофу, стал рассказывать и про других членов группировки, цветка держит общак, князя, который якобы может убить любого. И потребовал с девушки 350 тысяч рублей, за спокойную жизнь Ивана на зоне, и за то, что видео нигде не всплывет. В тот же день она отдала ему 150 тысяч, еще 200, в течение 10 дней. Балуков сообщил Ирине, что надо подать ходатайство о переводе ее друга в колонию-поселение. Но не при ИК-2, как хотел заключенный, а при ИК-10, колония строгого режима для впервые осужденных на юге Екатеринбурга. Я долго не могла понять, почему они хотят, чтобы Иван оказался на десятке. Но Балуков как-то напился и признался, там нам легче будет получать с твоего козла деньги, вспоминает девушка. После этого с Ириной стребовали еще 200 тысяч, затем еще, всего она отдала около полумиллиона рублей. Когда деньги закончились, Балуков сказал ей, пусть твой друг за тебя платит. При этом он по-прежнему жил у нее в квартире, но отношения стали совсем другими. «Он чуть ли не каждый день бил меня, таскал за волосы», вспоминает Ирина. «Я терпела, ждала, когда Ивана переведут из колонии в поселок». Выгнать рикетира из квартиры она не решалась, боясь за Ивана. В ИК-2 к нему как-то подошел сотрудник учреждения и передал привет от новых знакомых. Большой говорил, что решать вопросы по колонии ему помогают знакомые сотрудники в силовых структурах. Один из ГУМВД, другой из ФСБ. В редакции есть фото страниц его записной книжки, где указаны эти люди. Когда Балуков потребовал с Ириной еще 250 тысяч рублей, помимо полученных 500, а денег уже не было, он сильно избил ее. Сказал, что разговоры окончены. По Ивану принято решение, что его опустят на зоне. Кинул в меня ключами и ушел, рассказывает девушка. После этого я увезла маму, а сама несколько дней пряталась у подруг. Вскоре ей на телефон пришло сообщение. «Мне есть что показать твоим коллегам. Законник с мороженкой». Через несколько дней на Ирину вышли художник и коршун, про которых ей когда-то рассказывал Балуков. Стали спрашивать, как дела, я рассказала про Большого, и они стали играть в друзей, якобы они ничего не знали, рассказывает Ирина. Говорили, это все не по понятиям, мы ему, Большому, хребет сломаем. Художник писал, не бойся, никто тебя не обидит. И я опять поверила. Художник назначил ей встречу и попросил свозить его в деревне к тете, заодно поговорить. Когда ехали по трассе, он сказал, Ивану твоему капец пришел. Пока его на зоне не тронут, но когда он выйдет, будет нам платить. А ты будешь на нас работать. В душе у меня все оборвалось, я поняла, что все пошло по второму кругу, рассказывает Ирина. Схема предлагалась такая. Ирина должна будет сливать информацию по делам Ивана, бандиты, организовывать ему проблемы, а она предлагать решение. Разумеется, предприниматель должен будет платить деньги. Также Коршун и художник, по ее словам, требовали от нее доверенности на проведение операций по счетам компании Ивана. Дали время подумать, пока он не выйдет из зоны. Когда через несколько дней Коршун позвонил Ирине узнать ее решение, она послала его. Спустя несколько дней ей скинули ссылку на канал в YouTube, где было размещено видео. Тогда Ирина решилась на шаг, на который вряд ли решился бы даже смелый парень, найти управу на беспредельщиков у их босса, экс-вора в законе Трофимова. Через знакомых узнала телефон его якобы двоюродного брата Юрия. Тот связал ее с помощником Трофы по кличке Кислый, который и взялся организовать встречу. Стрелку ей забили в паркинге супермаркета Кировский люкс на Уралмаша. Приехал этот Юрий, кличка Гудок, потом Кислый на Лексусе. Я рассказала им свою историю, они начали возмущаться, да это не по понятиям, вспоминает Ирина, пообещали вернуть мне все деньги, 500 тысяч, но сказали, с тебя 50 процентов. Я говорю, получите с Большого, оттуда и заберете. Но они потребовали аванс 150 тысяч на расходы. Я отдала деньги, и меня повезли к Трофе. Встреча с авторитетом проходила в его офисе на углу машиностроителей и Донбасской. Вы так и продолжаете получать с меня деньги, заявила ему девушка. Верните ей все, с нее и так уже получили. Распорядился экс-законик. Кислый тут же отдал ей 150 тысяч. Получив обратно деньги, Ирина расплакалась, чтобы успокоилась ее, Трофа угостил ее мороженым. Я думала, добралась до Бога, сейчас он все порешает. Кричал гневно по поводу Балукова. Привезти ко мне этого петуха на Аркане. Вспоминает она. Трофа пообещал Ирине, что до 12 января ей вернут все деньги. Но этого не случилось. Зато она увидела в соцсетях ролик, как Большой с шестерками совершают кражу из цветочного магазина. И поняла, что он спокойно разгуливает по городу, и никакие люди Трофы его не ищут. И тогда Ирина написала заявление. «Меня загнали в угол», — говорит она. «Я хотела посмотреть Трофе в глаза и решить вопрос по их понятиям, чтобы восторжествовала справедливость. А он меня взял и кинул меня по новой». По заявлению Ирины, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 163 «Вымогательство УК РФ». Единственным обвиняемым по нему проходит Балуков. После того, как его выловили оперативники, он написал явку с повинной. Но дальше этого дела не пошло. Не возбуждать дело по статье «Угроза убийством». По словам девушки, Большой обещал облить ее кислотой. Не привлекать к ответственности других участников схемы по выбиванию денег силовики не хотят. По данным Ирины, в Екатеринбурге в разных отделах полиции есть заявления других пострадавших от вымогательств со стороны людей из окружения трофы, в частности, Коршуна и художника. Объединив материалы, силовики могли бы расследовать беспрецедентное для региона дело, в том числе по статье 210.1 УК РФ, о занятии высшего положения в преступной иерархии. По словам Ирины, Трофимов при встрече признавался ей, что живет на деньги от вымогательства, которые ему приносят, а также хвастался знакомствами в администрации и правоохранительных органах. Фактически ход дан только одному уголовному делу, фигурантом которого является Балуков. По заявлениям остальных пострадавших выносятся отказы в возбуждении дел. Расследовать их бесперспективно, передает Ирина суть разговора с начальником Свердловского Абоп Вячеславом Коноваловым. По ее словам, полиция знает про банду экс-вора все, в том числе про десятки эпизодов с потерпевшими, но сделать ничего не может. Или не хочет. При этом СК и Абоп переводят стрелки друг на друга. Следователи говорят, что опера не оказывают им поддержки, а те, что следствие не пускает их в дело. Между тем, вымогатели вышли на потерпевшую с предложением разрулить ситуацию. С ней встретился адвокат Николай Горло. Рассказывал про трофу, перечислял, кого он защищал из его окружения. Запись разговора есть в редакции uro.ru. Деньги, которые у тебя забрали, плюс моральный вред тебе заплатят, предложение, прозвучавшее на встрече. Но в один из следующих дней адвокат перезвонил ей и заявил, что никто ничего платить ей не будет. В какой-то момент Большой предложил девушке решить вопрос окончательно, 75 тысяч рублей, и он удаляет видео при ней. Деньги надо было перевести художнику. Она согласилась. В беседе сура.ru Горло заявил, что Ирина через третьих лиц сама вышла на него, на встрече он предложил ей заключить соглашение о юридической помощи, чтобы он мог представлять интересы ее друга, находившегося в колонии, но Ирина отказалась. По словам Горло, к соратникам Трофы он отношения не имеет, никто из них к нему не обращался. Коршунов в беседе с журналистом uro.ru заявил, что не помнит Ирину. Может вспомню, если увижу пойму, о ком речь. А вообще таких знакомых у меня нет, сказал Коршунов. На вопрос о Трофе Коршунов ответил, что знал когда-то Андрея Трофимова из Полевского. Но его убили лет 15 назад. А Андрея Трофимова с Уралмаша он не знает. В следственном управлении СКР по Свердловской области, в ответ на запрос по делу Балукова и привлечение к уголовной ответственности других членов группировки trofyura.ru сообщили, что данная информация разглашению не подлежит. При этом запрос из редакции следователи приобщили к делу. Информация, предоставленная потерпевшей в вашу редакцию, противоречит материалам уголовного дела, говорится в письме за подписью руководителя контрольно-следственного отдела Свердловского СУСК. В связи с этим эта информация будет проверена следственным путем в ходе расследования. В прокуратуре Свердловской области и Свердловской полиции пообещали прокомментировать тему публикации позже. Экс-вор в законе Трофа построил империю в Екатеринбурге. Раскоронованный авторитет ведет прием горожан, как в 90-е. Бывший вор в законе Трофа, раскоронованный боссом всех боссов Дедом Хасаном еще в начале 2000-х, по-прежнему живет в Екатеринбурге. Он принимает людей, которые обращаются к нему с проблемами, решая споры по старым воровским понятиям. Как устроена его группировка? Кто входит в его ближайшее окружение и на чем зарабатывают криминальные авторитеты, в расследовании Ура.ру. Лишенный статуса вора в законе Трофа, Андрей Трофимов, если и пропадал из столицы Среднего Урала, то ненадолго. Последние 30 лет он строил теневую структуру, и не только в бизнесе. Сейчас у него свои есть положенцы, парламентеры, решалые шестерки с группами боевой поддержки. Его клан – это пирамида со строгой иерархией, нацеленная на то, чтобы их криминальный бизнес процветал. Заместителями Андрея Трофимова являются авторитеты по кличке Дурень и Цветок Игорь Цветков. Дурень отвечает за силовой блок, рассказал собеседник в криминальной среде. Цветок – за общак. В круге близкого общения Трофы есть также авторитетный персонаж Кандыба. Они с Трофой старые знакомые, когда-то сидели вместе, пояснил источник. Активного участия в работе не принимает, он уже на пенсии. Кандыба катала заядлый картежник. Уровень ниже – это решалы. Среди них называют людей по прозвищу Кислый, художник и Коршун. Кислый выполняет поручения, решает некоторые вопросы, может организовать встречу с боссом. Художник имя Александр – положенец, отвечающий за южную часть города в Торчермет. Коршун – Владимир Коршунов, парламентер, отвечает за долги. Это не ближний круг общения Трофы, они не сидят с ним за одним столом, но занимаются решением конкретных вопросов, говорит собеседник агентства. Сюда же можно отнести и двоюродного брата Трофы, Юрия. Последний, низший уровень – шестерки. Они есть у каждого из решал. Источники доходов клана авторитета из 90-х разнообразны. В основном это мелкий бизнес типа нелегальных парковок, такси, крышевания, уличной торговли. Когда-то АПС «Уралмаш» контролировал полгорода. От носильщиков на вокзале до крупных магазинов, рассказывает собеседник. Теперь их интересы гораздо крупнее, на уровне городской экономики. А группировки типа Трофимовской откусывают кусочки, имея мелкий диверсифицированный бизнес. Но и этого хватает. По некоторым данным, Трофа, долларовый миллионер, живет в коттедже на Уральской Рублевке. Есть и легальные предприятия. Они в свое время успели попасть в учредители фирм в самых разных сферах, говорит осведомленный источник. Их даже называют коммерсами. Поэтому Трофимов и его окружение особо и не высовываются. На жизнь хватает. По словам людей, которые контактируют с окружением Трофимова, он нередко решает проблемы людей и разрешает споры. Так что для Екатеринбуржца встреча с законником не фантастика. Организуют такие встречи решалы. После переговоров и предварительной встречи где-нибудь на парковке, вас привезут в офис Трофы на Уралмаша. Офис за неприметной дверью в доме неподалеку от магазина на улице машиностроителей, рассказывает собеседник. Впрочем, образ благородного бандита портится уголовными делами, фигурантами которых оказывались люди из окружения Трофы. Так, три года назад Ура.ру рассказывала о приговоре, вынесенном 24-летнему Ревазу Томоеву и 31-летнему Раджи Дживаяну за участие в массовой драке в январе 2016 года УТЦ «Дирижабль», несколько человек тогда изувечили. Одним из формальных поводов для драки стало то, что одна из сторон обидела батюшку, отца Сергия Романова, который считается духовником многих криминальных авторитетов, включая Трофимова. Есть и совсем некрасивые, даже по воровским понятиям, истории. Так, по данным Ура.ру, в настоящее время расследуется уголовное дело о том, как люди из клана Трофы издевались над женщиной и получили с нее крупную сумму денег. Сложно сказать, получил ли с этого деньги сам Трофа, говорит источник в силовых структурах. Даже если нет, получается, что его шестеркам дали заработать на несчастной. По мнению коллег Трофы из криминальной среды, за возбуждением новых дел на людей из окружения Трофы могут стоять попытки столкнуть новых силовиков, которые пришли в город. В регионе в последние два года сменилось руководство ФСБ, ГУ МДВ и СК, со старыми ворами. Есть такая тема, и она неправильная. Во-первых, воры старой формации сидят себе тихо, никого не трогают. Трофа, убежденный синий, каких сейчас нет, объясняет представитель криминалитета. Во-вторых, как ни крути, а они поддерживают в городе порядок и баланс сил. Именно такие, как Трофа и Уралмашевцы не пустили в город кавказских авторитетов. Единственный, кто есть в городе, официально признанный вор в законе Гии Свердловский. Но он ведет себя скромно. В Свердловской полиции фактически не опровергли существование группировки Трофы. Если честно, мне непонятно, зачем нужно романтизировать представителей криминального мира. Заявил агентству пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. У нас что, перевелись положительные герои, о которых можно и нужно рассказывать. Например, о врачах, ежедневно спасающих людей от COVID-19. Но коли уж меня спросили, отмечу, в Свердловском полицейском главке есть специальное подразделение в управлении уголовного розыска, отдел по борьбе с организованной преступностью. По словам Горелых, сыщики этой службы для представителей всевозможных ОСИО ПГ, как скальпель в руках хирурга, избавляющий общество от ненужных наростов. Сотрудники ОБОП, отдел по борьбе с организованной преступностью, на своем веку выявили и привлекли к ответственности столько членов криминальных группировок, что сомневаться не приходится. Представители МВД полностью контролируют обстановку на веренной территории и не допустят, чтобы кто-то поднял хвост и начал диктовать порядки в регионе. Это не начало 90-х. Примут и накажут по закону в два счета, заявил Горелых. Между тем, как пояснил Ура.ру неофициальный источник в силовых структурах, полицейские действительно борются с криминальными авторитетами, но в разрезе агентурной работы контролируемые лидеры в этой среде полезны. На самом деле ОБОП даже выгодно, чтобы существовали такие, как Трофа, говорит собеседник. Они играют роль своеобразных участковых в криминальном мире. Всегда проще иметь дело с координатором гопников, чем вылавливать каждого гопника по отдельности. Ура.ру попыталась получить комментарии Андрея Трофимова или его помощников, однако они не ответили на звонки. При их желании высказать свое мнение, редакция готова опубликовать его.